Какие полезные свойства скрывает в себе лавровый лист? С чем поможет справиться эта пряность, присутствующая на кухне любой хозяйки? Настой лавра использовался еще древними греками для омывания рук. В то же время было принято украшать созданными из лавровых листьев венками головы героев войны или же победителей в соревнованиях. В современности листья растений используются в кулинарной сфере. Зарекомендовал себя лавр и в народной медицине, а также косметологии и классической медицине. Листья получают от дерева, произрастающего в субтропическом климате. Какие полезные свойства скрывает в себе кулинарная пряность? В составе листьев лавра содержится огромное количество различных элементов. Свойства используются в народной медицине для приготовления настоев, экстрактов, отваров и добывания эфирного масла. Уникальное содержание биологически активных веществ в лавровом листе позволяет использовать его свойства в медицине. Первое. Лавровый лист является природным антисептиком. Помимо противовоспалительного свойства, вещества в составе оказывают мягкое обезболивающее действие. Настой используется для терапии патологических состояний воспалительного характера на слизистых ротовой полости, при пиодермиях, а также для антисептической обработки ран и ссадин на коже. Обеззараживающий эффект осуществляется наличием капроновой и муравьиной кислоты, а также дубильными веществами и камфорой. Второе. Успокоительное. Прием настоя лаврового листа людям с нервной возбудимостью будет полезен для устранения бессонницы и устранения повышенной раздражительности. Добавление отвара в ванну при купании оказывает положительное влияние на нервную систему. Успокоительный эффект возникает при влиянии специфического вещества, линолола, входящего в состав лавровых листьев. Третье. Укрепление иммунной системы, а также помощь при борьбе с гриппом и другими вирусными инфекциями. Противовирусный эффект отвара лаврового листа обеспечивается присутствием лауриновой кислоты. Четвертое. Мочегунный эффект. Благодаря уникальным компонентам в составе отвара лавровых листьев выводится лишняя жидкость из организма. Вместе с жидкостью уйдет и пара-тройка лишних килограммов. Эффект обеспечивается наличием эфирных масел, активно принимающих участие в процессах обмена. В свою очередь это сказывается на лишних килограммах. Пятое. Выведение солей из суставов. Солевые отложения часто провоцируют появление болезненных ощущений в области суставов. Ежедневный прием отвара из лаврового листа в течение 7 дней позволяет быстрее вывести соли и избавиться человека от болей. Необходимо делать перерывы в приеме отвара на 2-3 дня, затем вновь повторять лечение. Шестое. Улучшение состояния волос и кожи. Комплексы микроэлементов, которые есть в лавровом листе, оказывают положительное влияние на состояние кожи лица, помогая в борьбе с окна, жирным блеском и расширенными порами. Хороший эффект от использования отвара листьев лавра наблюдается и на волосах. Ослабленные волосы становятся менее ломкими, исчезает тусклость. Седьмое. Устранение грибковых поражений кожи. Настой из лаврового листа отлично справляется с грибковыми поражениями стоп, устраняет повышенную потливость, зуд и ощущение сжения. Поврежденная кожа стоп быстрее восстанавливается, исчезает неприятный запах и зуд. Восьмое. Предотвращение развития сахарного диабета. Естественно, отвар лавровых листьев не должен быть единственным средством предотвращения развития опасной эндокринной патологии. Но использование отвара или настоя из высушенных листьев уникального по своим свойствам растения позволяет нормализовать баланс углеводов и снизиться сахара в кровяном русле. Девятое. Устранение неприятного запаха изо рта. Если причиной появления неприятного запаха стала бактериальная инфекция, например, стоматит или гингивит, то отвар лаврового листа станет отличным средством для лечения. Водный настой оказывает противовоспалительный и противобактериальный эффект. Чудодейственные свойства лаврового листа были известны еще во времена существования древних Греции и Рима. Народные лекари тех времен использовали отвар лавра для повышения иммунитета, как мочегонное и успокоительное средство. В наше время настой лаврового листа используется как антибактериальное, противогрибковое, отхаркивающее и противопаразитарное средство. Помимо выведения лишней соли, средство помогает при борьбе с аллергическими реакциями и устраняет интоксикации. Но не всегда лавровый лист полезен, есть категории людей, которым рекомендуется отказаться от употребления отвара из лавровых листьев. Кому лавровый лист может навредить? Как и в случае с любым средством народной или традиционной медицины, перед употреблением необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Связано это с тем, что даже самое элементарное, на первый взгляд и полезное средство может нанести непоправимый вред организму. Специалисты настоятельно не рекомендуют употреблять отвар лавров внутрь людям, имеющим такие заболевания как непроходимость кишечного тракта, склонность к запорам, язва желудка или двенадцатиперстной кишки, патологии печени в острой форме, почечная недостаточность и другие патологии почек в острой стадии или хронической форме, например, мочекаменная болезнь. Склонность к внутренним кровотечениям, заболевания сердца и сосудов, тяжелые стадии сахарного диабета. Отдельно стоит отметить и индивидуальную непереносимость. Состав листьев лаврового листа богат различными компонентами, которые не всегда оказывают положительное влияние на организм даже клинически здорового человека. Не стоит забывать и о побочных реакциях со стороны организма при неумеренном приеме отвара лаврового листа. Несмотря на чудодейственные свойства растения, отвар из его листьев способен вызывать серьезное отравление, нарушить работу пищеварительного тракта, стать причиной внутреннего кровотечения, проявиться с сыпью и зудом на коже. Полагаясь исключительно на полезное качество растения, не проконсультировавшись предварительно с лечащим врачом, человек способен нанести существенный вред организму, употребляя отвар лавровых листьев.